время колонки редактора на репортере я по-прежнему виталий хемии как вы догадались сегодня мы говорим о укрзалезнице потом государстве в государстве мы не так будем касаться темы грузоперевозок потому что если вся укрзалезница это отдельное государство то сфера грузоперевозок это мегаполис с городами спутниками сегодня больше затрагиваем тему пассажирских перевозок вы наверное видели как несколько дней назад главным апреля наш гость из северной европы шваброй протирает окна поезда укрзалезницы поезд насколько я помню был измейл киев вообще такая характерная картина для этой огромной сферы обслуживания что мы знаем последнее время об укрзалезнице о том что каждый месяц эта структура повышает цены на билеты что мы еще знаем мы знаем что наблюдательный совет этого органа важнейшего органа для жизни государства повышает себе жалование пособия на зарплаты возмущаемся что это никак не отражается на качестве пассажирских перевозок у нас грязные вагоны но антисанитарные вагоны но с жуткое расписание пригородных поездов сообщение очень железнодорожная страна что делает сегодня государство чтобы стимулировать пассажиров чтобы они оставляли свои деньги чтобы они совершали пассажирские перевозки ну кроме того что регулярно поднимая цены вы знаете хотелось бы привести несколько истории из жизни укрзалезницы и диалога который эта структура огромнейшая корпорация ведет с населением несколько лет назад мой коллега оператор объехал поездом одессы черновцы и показал мне жуткую картину тараканы в вагоне антисанитария в общем-то к сожалению типичная картина для наших поездов для наших вагонов и спросил моего совета что делать с этим кому пожаловаться я говорю размести уважаемый коллега все на фейсбуке на страницах железнодорожного сообщества на страницах курзалезницы наверняка последует какая-то реакция уважаемый коллега запустил информацию о тараканах в вагоне необходимые паблики и последовала незамедлительная реакция представители укрзалезницы заявили что во всем виноваты сами пассажиры которые и есть разносчиками тараканов вот такая ситуация к счастью через несколько недель после этого инцидента в одесской области гостила делегация правительственная во главе с президентом порошенко было министром миллион и пользуясь своими связями я подошел к представителям укрзалезницы к руководству показал этих живых тараканов и последовала уже настоящая человеческая реакция вагон отправили на капитальную помывку все антисанитарные мероприятия были проведены руководители пассажирского сектора тогда извинились перед коллегой за тараканов в вагоне таракана в постели ну скажите а если бы не было такой возможности у нас подойти к руководству государства министром чтобы лично не обратиться с этой просьбой вагон с тараканами так бы и перевозил пассажиров поезда одесса черновцы вот еще одна история когда мы говорим о популяризации пассажирских перевозок лет восемь назад довелось мне побывать у друзей на севере германии и рассказали мне они о таком чуде техники науки просто прогресса как билет выходного дня стоимостью 25 евро можно было купить специальный проездной документ на компанию до пяти человек и в течение почти что трех дней в пятницу вечера до понедельника утра передвигаться по конкретной части германии по северу германии не надо было подстраивать свой график выходного дня под расписание поездов расписание поездов подстраивалась под себя помню когда купил этот документ мне тут же в кассе дали кучу макулатуры которые благодаря которым я мог определить если я приеду допустим из гамбурга в бремен какой поезд мне удобнее на какой пусть мне удобнее перестись чтобы воспользоваться дальше билетом выходного дня ну я не стану вам говорить о качестве самих вагонов о качестве поездов вагоны свободно можно было выйти и с велосипедом и с инвалидной коляской из коляска где детей перевозят молодые мамы представьте чтобы наш вагон электрички или поезда дальнего следования войти со всеми этими транспортными средствами почему бы такое нововведение нельзя было внедрить в той же украине чтобы популяризировать перевозки и скажем так ненавязчиво заставить людей выбирать поезда а не маршрутки или автобусы давайте рассмотрим на конкретном примере да если я критикую то нужно что-то предложить есть у нас стратегически важный юг украины одесская область николаев часть херсонской области как вот это вот вся территория в общем-то прошита железнодорожными линиями да практически никак из одессы в белгороднестровский и измаил ведет вдумайтесь всего лишь одна ветка одна ветка из одессы в измаил ходит один поезд из одессы в белгороднестровский ходит три электрички из одессы в николаев поездов вообще нет я проверял а лучшее расписание которое мне выдает сайт укрзалезницы это через звов можно ехать в николаев или через киев то есть николаев город рядом со своими достопримечательностями конечно может быть не такими крутыми как дуна или белгороднестровская крепость тем не менее и вот из одессы в николаев нет электрифицированные железнодорожные линии нет нормального пассажирского сообщения и потом наше ведомство жалуется что предприятие убыточное ничего не приносит денег все забирают автобусные пассажирские перевозки ну как можно говорить о том если за последние годы вообще ничего не сделано чтобы развивать железнодорожное пассажирское сообщение между соседними регионами между соседними городами в одном регионе ну и еще одна история которая ярко характеризует развитие укрзалезницы в плане того же самого развития пассажирских перевозок президент зеленский приехал на гордость крюковский вагоностроительный завод и дал задание в том числе министру криклею 100 новых пассажирских вагонов должна построить украину в ближайшее время а вы помните ответ министра криклея загуглите но я помню там было что-то такое владимир оксаныч может 70 то есть министр начиная торговаться с президентом в сторону уменьшения обновлять нужно практически все рельсы строить новые электровозы вагоны профильный министр хотя мы знаем что укрзалезницы не совсем подчиняется министру инфраструктуры если уж быть совсем честными но тем не менее министр который так или иначе отвечает в том числе и за сообщение говорит что может мы меньше построим в итоге после торгов насколько я понимаю насколько помню сошлись на цифры 90 и это 90 новых вагонов на вторую по площади страну в европе так что в следующий раз когда будете покупать в очередной раз подорожавший билет на поезд вспомните об этих историях и подумайте почему же наш поезд идет в тупик это была колонка редактора виталий хемии смотрите репортер